Утром 13 августа сегодня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, убили по меньшей мере 5 взрослых, 12-летнего мальчика и еще 23-дневного младенца. В широкой балке в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб местный житель и семья. Муж, жена, их дочь, которая была 23 дня от роду, и 12-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что мальчик умер в больнице. Я не знаю, как читать эти новости, Дмитрий, потому что я здоровый 40-летний мужик, не могу спокойно этот текст прочитать, потому что у меня начинает расти голос. Как жить и как справляться? Безусловно, слова соболезнования всем близким, родственникам погибших – это страшная трагедия, которая забрала целую семью с 23-дневным ребенком. Как продолжать и оставаться человеком, ненавидеть врага при этом люто, но при этом оставаться человеком и дойти до нашей победы? Вы знаете, наблюдается и у меня, и у других людей такое привыкание к трагедиям. Трагедии каждый день. В течение уже 500 с лишним дней трагедии каждый день в большом количестве, в разных местах. И хотя говорят, что привыкнуть к этому нельзя, нет. Человек такое животное, что привыкает ко всему. Поэтому это ужасно все. Это воспринимается всегда вот так, как вы сказали, но наступило привыкание. А что касается ненависти, привыкание наступило и к ненависти. Я, например, ненавижу эту недострану фашистскую, ненавижу это руководство во главе с Путиным, этих карликов духовных и физических. Я испытываю к ним такое чувство, что, вы знаете, я обычно не разбрасываюсь такими словами, но если бы надо было выстрелить в Путина, я бы в него выстрелил. У меня не то, что не дрогнула рука. Путина в Шойгу, в Герасимово обезьяну, да во всех этих негодяев. Не то, что рука не дрогнула бы, наоборот, окрепла бы еще больше. А это ненависть, конечно, ненависть. Мы жили своей жизнью, хорошей жизнью, они пришли и все нарушили. А за что их любить? Их любить не за что, их надо ненавидеть и надо убивать. Сегодня мне попалось коротко вот в этих шортсах видео Равшана Аскерова, который говорит, что если ты стоишь рядом с Путиным и у тебя в руках вилка, и ты его не убил, то ты виноват. То ты тоже преступник, потому что ты не предотвратил. Как думаете, может оказаться какой-нибудь ФСОшник рядышком, который... Вилкой, во-первых, надо еще уметь убить. Это первое. Второе, я не верю в это. Я понимаю прекрасно, что ФСОшники при Путине зарабатывают огромные деньги. У них решены все вопросы. У них нет мотива убивать Путина. Они ему все поведают. У них выходит представитель Госдепа, или не Госдепа, Офиса Президента Украины. И говорит, 10 миллиардов долларов. Смотрите, ну Путин и ФСОшники, ну там же их много. Но один кто-то убьет, и ему смерть долгая и мучительная. Не кажется, на это важно. Договорятся, разделят по миллиарду. Ну, не знаю, может кто-то и найдется. Но если бы это был мусульманин, мусульманин мог бы, потому что мусульманин живет после смерти. И он верит в это, в жизнь после смерти. И мы знаем, что мусульмане ради правых идей готовы идти на смерть. Мало того, считают смерть благом для себя, если умирают за святую идею. Поэтому в данном случае я верю. Но славянин, так умереть, это вопросы большие. Кроме того, американцы никогда так не сделают. Никогда не объявят награду за смерть. Потому что на негласном уровне существует правило. Не убивать руководителей таких стран. И они себя чувствуют поэтому в безопасности. Пишут в комментариях к Аскерову сложные отношения. Я, честно говоря, не знаю. Я увидел только это короткое видео. Вот буквально перед эфиром. Готовился сегодня к эфиру. Буквально полчаса назад увидел. Поэтому я не знаю, что там со Аскеровым в целом история. Какая, какого, что он раньше говорил про Украину, про войну. Я вынес в эфир лишь вот эту цитату, которую услышал. Мы идем дальше. 12 августа. 12 августа дважды был атакован Керченский мост. По словам так называемого главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Во время первой атаки были сбиты две ракеты. Во второй еще одна. В Минобороны страны-агрессоры утверждают, что российские военные сбили две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Украина не комментирует. Мы приветствуем, Дмитрий. Из эфира в эфир. Каждое воскресенье с 18.00 в эфирах с Василием Голованом. Я всегда говорю, Керченский мост не жилец. Он смертник. То есть, весь вопрос... Человек уже болен неизлечимо. В данном случае Керченский мост. Болен неизлечимо. Врачи расходятся только в одном. Когда дата смерти? Этот мост не жилец. Он не может функционировать. Он будет уничтожен. И поэтому, ну слушайте, сегодня, завтра, послезавтра, это вопрос только времени. Специалисты говорят, что логичнее всего взрывать его во время, так основательно взрывать, во время полномасштабного наступления на Крым. Наверняка. Но я знаю, что у наших военных и спецслужб тоже есть очень разнообразные планы по поводу Крымского моста. Его периодически пробуют на ощупь, на зуб. И русские, кстати, я же читаю паблики, они смирились с тем, что Крымский мост не жилец. Они это тоже понимают, но их уже к этому подготовили. Кстати, это один из элементов подготовки российского общественного мнения к выходу российских войск с территории Украины. Все уже в Москве понимают, что да, беспилотники. Другое дело, я видел вопросы, как они говорят, ну что мне от этого беспилотника? Ну летит и летит. Нет, а что? Ну летит себе. То есть умных людей море, конечно, и в Москве тоже. Все понимают, что это война, что беспилотники летают уже и над Крымом, и над Москвой, и часто летают над Москвой. Даже в одно и то же место прилетают, я имею в виду Москва-Сити башни. Все это понимают. Все понимают, что раз Россия постоянно твердит о красных линиях, но ничего не может сделать, значит она сделать ничего не может. Ну что толку? Вот они прилетели, беспилотники, в Москву. Это переход всех красных линий. Мы сейчас отвечим симметрично. Чем? Всем, чем могли они ответить, они уже ответили. У них нет больше козырей в карманах. Мне нравятся западные товарищи, которые, ну я думаю, что это те западные товарищи, которые то ли напуганные сильно, то ли приправленные немножко российскими деньгами. Как они говорят? Нельзя ни в коем случае дразнить зверя. Нельзя, нельзя бить по России, нельзя делать то, нельзя делать это, а то они. Что они? Что они? Они уже все, что могли, они сделали и продолжают делать. Что они еще могут? Они больше не могут ничего. Что мы не видим, как они разрушают города? Видим. Что мы не видим, как они кинжалы калибра Искандеры бросают? В ЕС-300. Видим. Ну что еще? Что у них в загашнике есть, что они нам могут показать? Они уже сняли штаны и хрен показали. Уже больше нечего. У них ничего нет в запасе. Поэтому не надо их бояться. Я считаю, это я нашим западным коллегам и друзьям говорю. Не надо их бояться. Они не страшные. Мы это уже доказали всему миру. За что украинским сбройным силам было исчезно шана. И вообще на весь мир разделе этого короля, который пыжился, пыжился. Он голый оказался на поверху. А что касается агентуры, вы посмотрите на эту Кнайсель, эту страшнючку, с которой Путин танцевал, министра иностранных дел, бывшую Австрией. Помните, на свадьбу припёрся к ней? К этой Шапокляк припёрся на свадьбу. Это чистая Шапокляк. На свадьбу припёрся, танцевал с ней. Ну, кто-то думал, вот молодец. Приехал налаживать связи. Какой молодец? Приехал старший к своему агенту. Мы же знаем, что такое Шрёдер, что такое Фион, что такое остальные. Вот эта австриячка тоже, она работала на Москву. Кстати, в Австрии очень много русской агентуры. Вена вообще центр русской агентуры, чтобы мы понимали правильно. Это исторически ещё обусловлено, потому что все знают наверняка, что когда Советский Союз и страны антигитлеровской коалиции в 1945 году делили сферы влияния, то Австрия изначально планировалась как страна социалистического лагеря. И только ценой компромиссов и договорённостей удалось миру капитала отстоять Австрию и Вену. То есть изначально Австрия должна была вместе с Венгрией отойти к социалистическим странам. Но агентуру там заложили прочную. Вот эта Кнайсилиха, она была изгнана из Австрии, поскиталась в Ливане ещё где-то. В результате припёрлась в Россию. Это кому рассказать? Припёрлась в Россию, сняла дом в Касимове, Рязанской области. Это городочек маленький, районный центр. Сняла там домик, и к ней туда приезжают на свидание выдающиеся российские политики типа Слуцкого. Это тоже, посмотрите на этого Слуцкого, который вместо Жириновского руководит теперь ЛДПР. Человек, замешанный постоянно в скандалах с женщинами, то есть занимавшийся методичным приставанием к целому ряду известных женщин, о чём они заявляли официально. Такой нездержанный, видно, офигевший еврей, такой вообще офигевший, полностью имперская скотина. Вот он смотался к этой Кнайсилихе, в село туда, под Касимов, сфотографировался с ней. Мне нравится тоже, как они пишут. Случайно замеченные журналистами, вот мы пошли в ресторан с ней, сфотографировались. Не только Слуцкий туда ездит, ещё ряд людей из Москвы. Ну вот вам ещё один красноречивый пример проникновения русских денег во благо русской агентуры в руководстве стран Запада.